Друзья, я рад вас приветствовать. Сегодня у нас последняя тема, завершающая, но, наверное, очень важная. Я бы даже сказал, в христианстве это самая важная тема, тема Святого Духа, кто это, как его обрести, как его удержать и не потерять. Знаете, в принципе, настоящим христианином человек становится тогда, когда в нём начинает обитать Дух. И эта тема, к сожалению, сейчас очень-очень-очень мало освещается, крайне редко на эту тему кто-то говорит. Вот сколько проповедей находится в интернете, очень интересных. Но о Святом Духе вот почему-то, не знаю, я постоянно слушаю какие-то проповеди в наушниках, музыку не слушаю, слушаю проповеди. Простите. Горло уже моё сдаёт немножко. А про Святого Духа почему-то практически никто не говорит, крайне редко. Хотя смысл вообще христианской жизни включается именно в том, чтобы быть исполненным, чтобы Бог обитал в тебе. Помните, Иисус говорил, ныне Царство Небесное настало. И Царство Небесное, если можно так сказать, можно поделить на два типа. Второе Царство Небесное — это то Царство, которое грядёт, когда придёт Иисус. Спасибо большое. То, которое будет в будущем. Но ныне мы также можем обитать в этом Царстве, точнее, не обитать, а когда это Царство обитает в нас, когда Дух Святой в нас селится, мы становимся храмом Бога. Храм — это не строение из камней, а именно сами люди, когда Господь живёт в нас. Простите, что-то у меня... Хорошо. Начать бы хотелось бы... Знаете, есть такая проблема в христианстве. Я часто с ней сталкиваюсь. Мне пишут в комментариях. Говорят, что вы, христиане, все злые. Недовольные, упрекающие, постоянно какие-то замечания делающие. Мы сталкивались с таким, да, что вот бабушка или дедушка, или взрослые, или молодые люди начинают указывать, а ты вот то-то не делаешь правильно, ты это не так делаешь, ты тут вот всё не то сделал. Вот, это действительно присутствует в нашей среде, и как раз таки это появляется тогда, когда человек не до конца с Богом. Вот самое печальное христианство — это когда ты посередине, вот в послании к Ладыке описывается тёплая церковь. Бог говорит, лучше бы ты был холодным, нежели тёплый. Ты должен быть либо горячий, либо холодный. Но когда ты тёплый, когда ты и не тут, и не там, это на самом деле очень печально. Как для самого человека, так для окружающих, так и для Бога. Потому что в этом случае мы как бы и не спасены, потому что мы где-то на середине, потому что в нас Дух не обитает. И это главная проблема, потому что, ну вот эти вот полуобращённые христиане, недовольные всем, это люди, в которых нет Святого Духа. Вот говорю вам честно и прямо, это люди, которые не пользуются всеми благами этого мира, всеми наслаждениями и теми вещами, которые Он нам сулит. И в то же время не имеют присутствия Господа в своём сердце и вот этой радости. И получается, они и здесь недополучают, и здесь недополучают. И это самые несчастные люди на самом деле. Поэтому вот эта тема как раз-таки для тех, кто найдёт себя в этом, ну увидит себя, может быть. Потому что сначала мы с вами будем разбирать вот эти типы и характеристики рождённых свыше и нерождённых свыше. А потом уже поговорим о том, как родиться от Духа и воды, как говорится. И знаете, на самом деле родиться, ну и получить Духа очень просто, но об этом позже. Хорошо, начать наше исследование хотелось бы с истории, которая записана в Евангелии от Иоанна в 3 главе, когда, помните, поздно ночью израильский учитель Никодим, скрывая от всех, пришёл к Иисусу. Иисусу пришёл к нему, потому что понимал, что это не просто человек, что это человек от Бога. Но в то же время он видел, что его собратья, соплеменники, фарисеи не хотели принимать этого мессию, потому что у израильтян того времени сложилось своё впечатление, своё мнение, каким должен быть мессия. Они ожидали мессию воина, завоевателя, таким, какой был Давид, что вот он сейчас придёт, наведёт порядок, римлян сметёт всех, всё римское богатство раздарит, раздаст по евреям, и они будут царствовать в таком своём иудейском царстве. А тут приходит мессия, кроткий учитель, который учил любить, быть смиренным, помогать друг другу, выручать друг друга. И вот, знаете, есть такое, реальность и представление, представление и реальность, они не сошлись, и поэтому они не принимали его. Но Никодим, он был достаточно мудрым человеком, и он понимал, что этот человек от Бога. И, судя по всему, возможно, он и считал, что это мессия, но у него были некие сомнения. И вот он приходит ко Христу и говорит ему, давайте прочитаем эту историю. Сначала, между фарисеев был некто именем Никодим. Один из начальников иудействующих. Кстати, нужно сказать, что Никодим был очень богатым человеком. То есть, это был такой хороший фарисей, в хорошем смысле этого слова. Он делал много добрых дел, он был справедливым, честным, он жил по закону Моисея, но чего-то в нём не хватало. И чего мы сейчас узнаем. Итак, он пришёл к Иисусу ночью и сказал ему, раввей, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие творишь ты, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Он начинает льстить Христу. Ну, то есть, что происходит? Он приходит и хочет понравиться Христу, чтобы тот вот, как бы, ну, не знаю, принял его в царство свелика. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божие. И смотрите, как-то немножко странно складывается и диалог. Иисус игнорирует, что сказал только что Никодим, и в лоб ему говорит, послушай, Никодим, ты, иносказательно, считаешь, что ты уже в царстве небесном, что оно уже открыто перед тобой, и ты уже чуть ли не возлежишь на лоне Авраамова. Но это не так, послушай, тебе далеко до этого, потому что ты не рождён свыше. И кто не родится свыше, не может увидеть царство небесное. И там происходит диалог. Никодим, начиная спрашивать, как можно родиться второй раз, войти в утробу матери, что ли, Иисус ему говорит, ты должен родиться от воды и духа. И Никодим спрашивает, как это? А он говорит ему, ты, учитель иудейский Израиля, и ты не знаешь таких вещей? То есть это основа всего. Это самое главное, что есть, что должно быть у христиан, у верующих людей, это рождение свыше. Есть одна небольшая проблема того времени. Сейчас этой проблемы не существует. Дело в том, что во времена Ветхого Завета, есть огромное количество текстов, которые подтверждают эту версию, я их не записал сейчас, но хочу сказать вам, во времена Ветхого Завета Дух Святой не был излит в том объёме, в котором он излит сейчас, после пришествия Христа, после дня Пятидесятницы, когда он прямо излился. Почему? Во-первых, жертва ещё не была принесена. И как бы у Бога не было легитимности на этот мир, он как бы не до конца ещё принадлежал ему, потому что он был неискупленным. И поэтому Дух Святой чаще всего не исходил либо на пророков каких-то, либо на очень посвящённых людей, таких как Давид. А вот в общей массе Дух не был излит в той мере, в которой он излит сейчас. И поэтому тогда люди, можно сказать, спасались вот этими законами, церемониальными законами. Приносили жертвы, какие-то омовения совершали и так далее, и тому подобное. С момента пришествия Христа, Его смерти и дня Пятидесятницы, когда Дух Святой был излит в особой, полной мере, этот Дух может иметь каждый. Всякий, кто будет Его искать и возживает всем своим сердцем. И вот Иисус говорит здесь очень интересную формулу. Он говорит, что человек должен родиться от воды и Духа. Что значит от воды? Мы знаем, что со времён Иоанна, Крестителя, появился, я бы не сказал, что это новый обряд, но в Ветхом Завете он не особо виднеется. Хотя у книги Исаии в первой главе написано «Придите и омойтесь». Вот это омовение, это и было вот это Баптиство, Крещение. Но во времена Христа оно особо приобретает популярность, новую жизнь. И что такое Крещение? Вот я сейчас возьму Библию в телефоне, и мы с вами прочитаем из 6 главы книги «Послание к Кремлинам», точнее, не книги, что значит Крещение. Потому что, к сожалению, сейчас очень плохо понимают эту тему, что такое Крещение настоящее. Так, 6 глава. Извините, я хотел сделать слайд, и сегодня у меня такой сейт нот был, что я забыл. Но об этом нужно обязательно сказать. Не-не, все хорошо. Вот, 6 глава, с 3 стиха «Послание к Кремлинам». Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Как делается настоящее Крещение? Ну, вы знаете, сейчас есть несколько видов Крещения, когда вот кропят на человека, поливают ему что-то на голову. Это неправильное Крещение. Настоящее Крещение производится полным погружением в воду, когда человека окунают и поднимают оттуда. Смотрите, когда человек погружается в воду, и вода смыкается над ним, как здесь было написано, мы крестились в смерть Христа. То есть, грубо говоря, мы ложимся в водную могилу и умираем там. Умираем для нашей прошлой жизни, для тех грехов, которые были в нашей жизни. И когда нас поднимают из этой могилы, мы воскресаем, как Христос воскрес, воскресаем для Бога, для жизни новой, обновленной. Тем самым создается завет с Богом. Этот завет можно сравнить, знаете, с чем? С женитьбой мужа и жены. Вот когда муж говорит, все, я принадлежу тебе, и жена говорит, я принадлежу тебе, всех остальных больше не существует в этом мире для меня. Также и мы говорим, Господи, я твой. И Бог уже как бы вот в полной мере начинает действовать в нашей жизни. Я скажу вам, что в моей жизни я крестился в 29 лет, и это был переломный момент, потому что все начало радикально меняться. То есть вот можно разделить жизнь на до и после. Бог начал меня менять вот именно изнутри. Я вот ощутил это присутствие Духа. Но присутствие Духа можно ощутить не сразу же после крещения. То есть это не какой-то волшебный ритуал, когда вас окунули, подняли, и вы такой, ааа, полетели. Нет. То есть это очень важный обряд, хотя у разных людей по-разному происходит. У некоторых прям реально чудо происходит, а у некоторых не совсем так. Но это очень важно, друзья. Если вы ищете Бога, если у вас есть желание посвятить себе Ему, то обязательно нужно принять крещение, потому что Бог хочет от нас этого. Даже Иисус Христос крестился, и когда Он пришел к Иоанну, крестителю, на реку Иордан, Иоанн говорит, это мне нужно от тебя креститься. А Иисус говорит, не спорь, так нам надлежит исполнить всякую правду. Вот тем самым дал нам пример. Я сам, честно признаюсь, помню, когда я был без Бога, мама постоянно говорила мне, сынок, давай, может быть, примешь крещение. А я говорил, нет, мам, я еще не готов. Потом в 23 года я попал в армию, там у меня был очень сильный, ну, как сказать, такой переломный момент, и я очень сильно сблизился с Богом там. Я помню, молился утром и вечером, огромное количество чудес видел, как вот Бог просто защищал меня, ограждал, как-то выводил из каких-то сложных ситуаций. И когда я вернулся с армии, у меня была очень близкая такая плотная связь с ним. И я пришел с армии с огромным желанием принять крещение в 24 года. Но до 29 лет я не мог этого сделать. Там определенные препятствия были. Поэтому, как сказать, если у вас есть возможность, то лучше с этим не затягивать. Ну, и опять же, к этому нужно подходить очень обдуманно, обоснованно. Как пример можно привести, знаете, вот в популярной церкви кресть от младенцев. Это неправильно, потому что, во-первых, как написано, крещение — это обещание Богу доброй совести. Мы не можем, младенец не может пообещать Богу добрую совесть. Сколько примеров, когда детей крестят, а они потом взрослеют и вообще Бога не хотят знать. Зачем это? Во-вторых, человек должен, ну, осмысленно приходить к этому, полюбить Бога, изменить свою жизнь и потом креститься. А вот это окунание в детстве или, ну, как сказать, крещение, оно просто не имеет смысла. Как бы, да, можно крестить, но смысла в этом абсолютно нет. Вот, поэтому нам нужно действовать именно по тому, как написано. Хорошо, давайте вернемся к теме Святого Духа. Но одним из важнейших компонентов получения Духа Святого — это является крещение. Хотя и без крещения люди также иногда получают Дух. Этому есть примеры из Библии, когда люди сначала получили Дух, а потом уже крестились. Вот. Хорошо. Апостол Павел в послании к Оринфянам Втором делит людей на три типа. На три типа их отношений с Богом. Первый тип — это душевные люди. Второй тип — плотские. И третий тип — духовные. Давайте поговорим о каждом из них. Прочитаем из Писания, что он имеет в виду. И выясним. Хорошо. Душевный или неверующий. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. Ну, то есть, душевный человек — это, в принципе, можно сказать, атеист. Человек, которому эта тема неинтересна, который не знает Бога и не хочет его познать. Так интересно, что в нашем мирском понимании душевный человек — это что-то такое хорошее, а вот в божественном — это как бы не совсем. Следующий тип — это духовный человек. Духовный человек как раз-таки это истинный христианин, в котором обитает Дух Божий. Вот что написано. «Но духовный судит о всём, а о нём никто судить не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов». Это очень интересный текст, очень глубокий. И, знаете, вот здесь написано, что «духовный человек имеет ум Христов». Как это? Как это понять? Знаете, я вот на личном примере знаю, что когда я начал искать Бога, начал изучать все эти вещи, я помню себя до того. Я был недалёким парнишкой, особенно вот когда жил в миру, когда мы там употребляли всякую гадость. Я был, ну, вот у меня IQ был совсем низкий. Я вижу, как Бог меня поменял, как Он вот даёт какой-то разум, какую-то мудрость, непонятно откуда берущуюся. Я без Него вообще ничего не могу. Вот честное слово, когда ты согрешишь, когда ты потеряешь Дух Божий, и если бы я вот сегодня, например, что-то сделал плохое, да, я бы сюда вышел, я бы трёх слов не связал. Я вам честно говорю, было такое, когда я выходил за кафедру после греха, и мне прям, во-первых, идти туда не хотелось, я чувствовал вот эту вот обременяющую тяжесть, что ты не достоин сейчас туда подниматься, ты не должен этого делать. И когда ты туда заходишь, ты и говорить не можешь, потому что у тебя ум не Христов, а плотской, человеческий, а он особо-то ничего не может. И третий тип христиан, самый плачевный, это плотской. Когда человек псевдо-христианин, вот что говорит Павел. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, потому что вы ещё плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Смотрите, он даёт здесь очень чёткую характеристику, когда между христианами царят вот эти вот вещи, которые присутствуют в мире, когда люди кричат друг на друга, раздражаются, осуждают за глаза, и делают вот такие вот вещи, которых не должно быть в человеке, который рождён свыше, то тут он даёт чёткую характеристику, что вы плотские, вы ещё не до конца готовы. И он пишет ещё, что «я питал вас молоком, а пора бы уже питать твёрдой пищей». Поэтому вот это плотское христианство, оно, к сожалению, вот как бы никого не хочу судить, но просто наблюдая вот что происходит во многих церквях, я много где был, чаще всего вот эта проблема и встречается. Люди не испытывают, во-первых, радости от присутствия Бога, когда ты чувствуешь, что он в тебе, и тебе так хорошо, вне зависимости от ситуации, которая происходит наружу. И когда нет этого, вот тебя начинает всё раздражать. Вот заходит кто-то в меню, и ты «а-а, бесстыжие». А в другой стороне, когда ты наполнен Богом, ты видишь, человек пришёл, ну и слава Господу, пришёл человек, дочь Божья, спасение будет, даровано ей. И тебя это наполняет. Также два типа плотского христианства делится на... То есть тип плотского христианства делится на два типа. Это так называемые перегибы, когда люди уходят в либерализм, когда начинают говорить, да, закон не нужен в принципе, ну чё ты вот веришь во Христа, и этого достаточно, мы под благодатью, вот всё, ничего не знаю, я вот верю, аллилуйя, и пошёл. Это одна сторона. Второй тип — это законники. Это когда вот всё строго, только попробуй отступить, что-то там, что-то не так сказал, что-то не так сделал, всё, анафемию предать из церкви исключить и так далее. Это тоже перегиб, потому что Иисус был наполнен любовью, да, если Он кого-то обличал, то это действительно было по справедливости. И в то же время мы знаем, к Нему привели блудницу, помните? Он сидел, к Нему привели блудницу и сказали, что делать с ней? Вот закон Моисея говорит «побить таких камнями». Он говорит «то из вас без греха пусть первый бросит камень». И потом ей, вспомните, что Он сказал ей «никто не осудил тебя, и Я не осуждаю тебя, иди и больше не греши». Хотя мог бы тоже ей морали читать, вот как ты могла, ты же знаешь, но Он, мы видим, абсолютно спокойно относится к этим вещам. Ну, я сейчас не говорю, что это хорошо, это плохо, но порой доброе слово, сказанное с любовью, обличает человека намного больше, чем морали, прочитанной там несколько часов. Вот, заметьте, во времена Христа были фарисеи и саддуки. Кто-то из них был либеральным, фарисеи были более либеральные, а саддуки, они более такие консервативные, и они постоянно спорили между собой. Вот, когда не было Христа, они постоянно там спорили, кто прав, кто виноват, есть ли воскресение мёртвых или нет воскресения мёртвых. Мы это отчётливо видим на страницах Писания. Но когда пришёл Иисус, Он сказал «не вы, не правы, не вы, не правы». То есть, не правы, не либералы, не законники. Истина находится где-то посередине, понимаете? Мы должны как быть приверженцами закона. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Извините. Как бы истина находится посередине. В нас должна быть как любовь, как вот это вот прощение, да, милость, доброта, как и осознание того, что, ну, Бог, Он как справедлив, так и милостив. То есть, вот эта вот грань между любовью и справедливостью. Потому что, если мы уходим чисто в любовь, это всё, это, значит, вседозволенность, в рай попадут все, даже Гитлер, некоторые так говорят. Да, а если это одна справедливость, то в рай тогда вообще никто не попадёт, потому что все согрешили и все виноваты. Вот, и серединочка находится где-то, точнее, истина находится где-то посередине, вот как Иисус и говорил. Почему так мало рождённых свыше? Потому что, знаете, друзья, мы очень сильно полагаемся на себя. Конечно, верить в себя и верить в свои силы – это очень хорошо, но до какого-то предела. Помните, Павел писал, я много, трижды я молил Господа исцелить меня. У Павла были проблемы с глазами. Судя по всему, после того, как он встретился с Богом тогда по дороге в Дамаск, он тогда ослеп, потом опять прозрел, и у него, судя по всему, очень сильно болели глаза, он плохо видел. Мы знаем, что послание его писал человек специальный, а он лишь диктовал, и в конце он писал своей рукой. Вот я, Павел, написал своей рукой. И он молил Бога, и Бог ему сказал, «Довольно с Тебя моей благодати, потому что сила моя проявляется в немощи». Действительно, когда мы испытываем немощь, когда мы больны, когда мы в какой-то ситуации, когда у нас просто связаны руки, и в тот момент мы воистину взываем к Богу, когда человек чаще всего получает ответы. Вот на примере моей мамы, которая теряла свою дочь, и она взмолилась тогда, она была тогда атеисткой, но она сказала, «Господи, если Ты есть, пожалуйста, ответь мне, и я посвящу Тебе свою жизнь». И Бог ответил, потому что она всем сердцем воззвала. Сердце страждущее всегда слышит Бог. И самые искренние молитвы происходят именно тогда, когда мы находимся в этом состоянии уничижения. Поэтому, когда человек думает, что у него все в порядке, то он и не молится толком. То есть он как бы вот как-то так поверхностно, вот эти вот… Понимаете, как уже я говорил, сила Божия проявляется в том, когда мы всем сердцем Его ищем. И проблема большинства христиан в том, что они не ищут Его всем сердцем. У них все в порядке, они проснулись утром, поблагодарили. День прошел, они даже не вспоминали про Бога. И вечером, дай Бог, поблагодарили. И о каком духе может идти речь? Смотрите, написано в послании к ладыки, кстати, к теплой церкви, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворить дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». То есть Иисус стучится в наше сердце, а мы чаще всего говорим, «Иисус, ты подожди там, я тут пока поразвлекаюсь, а ты там постой». Знаете, очень часто я вот просто с высоты своей жизни, своего пути вспоминаю те вещи, которые разделяют меня с Богом. Когда чем-то начинаешь увлекаться, какими-то фильмами, какими-то сериалами, какими-то увеселительными мероприятиями, и ты чувствуешь потом, вот у тебя была наполненность это Богом? Стоит только вот оторваться и погрузиться вот во что-то такое мирское, и ты потом чувствуешь, что дух отошёл. Что происходит? Мы как будто бы Бога выставляем за дверь и говорим, «Господи, ты подожди там, я тут сейчас вот посижу, поразвлекаюсь». А потом, ну как бы так не действует, понимаете? Вот даже если жену, в пример, привести, да, как бы она себя чувствовала, если бы мы её выставили за дверь и сказали, «Подожди, я тут вот посижу по это самое». Но это касается не только фильмов, множества вещей, идолов таких человеческих, которые мы очень часто ставим на первое место вместо Бога. «Неверные способы получить Духа», как написано. Знаете, очень часто люди в попытке обрести Дух Божий начинают впадать в крайности, как вот здесь вот перечислено, да, начинают проводить какие-то долгие посты, изнурять себя, недоедают, голодают, уходят в аскезу, совершают какие-то ритуалы странные. Ну вот здесь вот на картинке видно, да, люди лежат на полу, или там люди возят других людей на своей спине, или ещё что-нибудь делают, или бичуют себя, есть даже такое, надевают какие-то цепи на ноги, чтобы причинять боль, верёвку колючую на шею вешают. Ну это всё подразделение фанатизма, и Бог действует не через это, потому что Он есть Любовь, и Он никогда не требует от нас каких-то изнурительных вещей, которые ещё и вредят нашему здоровью. Вот, также пустые молитвы можно сюда отнести. Какие там пустые молитвы? Это когда вот там сто раз прочитать «Отче наш», двести раз сказать «Господи помилуй». Ну, вы знаете вот эти вещи, которые присутствуют также в церквях. И третий, точнее последний момент – это либерализм, когда человек думает «А, я грешник, я ничего не могу с собой сделать, пусть будет как будет», не пытаясь даже как бы ничего поправить в своей жизни. Это тоже неправильно. Вот два состояния написано. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не найдя, говорит «Возвращусь домой, откуда вышел», и придя, находит его выметенным и убранным. Когда тогда идёт и берёт с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Что это такое? О чём здесь говорится? Говорится о том, когда человек, не знающий Бога, приходит к нему, начинает в нём возрастать, и потом в какой-то момент отступает. Ну, говорит, что-то это слишком сложно, это не для меня, послушайте, вы здесь фанатики, сектанты, ну, вот как что чаще всего говорят. В этот момент, когда он приходит к Господу, Дух Божий очищает его сердце. То есть всегда в нас кто-то живёт. Это либо Дух Божий, либо Дух не Божий. Ну, в зависимости от наполнения, конечно. И когда Дух Божий приходит, он очищает всё, а потом, когда человек уходит от Бога, то, как здесь написано, тот Дух, который жил в нём, возвращается и смотрит, там всё чисто и убрано. И написано, он идёт и берёт семь ещё более злейших, чем он, и начинает жить в том человеке. Я много раз встречал такие случаи, когда люди вот так же приходили в церковь, были какое-то время, и потом уходили из неё. И вернуть таких людей бывает очень и очень сложно, потому что, ну, как вот здесь написано, они уже, ими владеет уже более мощная сила, тёмная сила. И чаще всего с такими людьми происходит три вещи, я вот замечал. Либо дьявол их просто уничтожает, они либо попадают в какую-то автокасастрофу, или что-то случается, отравляются чем-то. Либо они спиваются и становятся наркоманами, или ещё что-нибудь. Либо, кстати, самое распространённое, люди становятся очень богатыми. Ну, не очень богатыми, а вот у них начинает финансовое процветание наступает. И они думают такие, о, а зачем мне Бог, у меня и так всё хорошо. Прям 5 или 6 примеров у меня есть из жизни, когда люди, уходя от Бога, становились, вот начиналось у них вот такой успех в жизни, который может дать дьявол с лёгкостью. Зачем? Затем, чтобы человек не обратился к Богу. Он думает, у меня и без Бога всё хорошо. И, понимаете, дьявол, он очень может, он может очень сильно благословлять. И, ну, я уже говорил об этом, если посмотреть на нашу поп-культуру, и не только, это отчётливо видно. Поэтому, когда вы решились идти с Богом, посвятить Ему свою жизнь, друзья, стойте до конца. Нельзя оставлять это поприще, потому что, ну, как бы лучше тогда уж и не вступать в это, потому что это очень серьёзно. Хорошо, давайте несколько моментов, когда человек живёт без Духа, не имеет Духа, но при этом считает себя христианином. Человек не обретает спасения. Это очень важный момент. Смотрите, вот это самая главная, центральная весть этой темы, что человек, в котором не живёт Дух Божий, он просто не попадает в Царство Небесное, потому что Дух Божий — это ключ к спасению, это вот залог того, что вы спасётесь. Ну, здесь вот представлены ссылочки, можно пройти по ним, посмотреть. В человеке нет божественной любви, агаппы. То есть, что такое божественная любовь, агаппы? Любовь, говорят, делится на три части, три типа любви существуют. Первый тип — это любовь эрос, любовь плоская, мужчина увидел женщину красивую, влюбился в неё, переспал и забыл. Второй тип — это тип любви филио, когда, ну, вот эта вот дружеская любовь, семейная любовь. И третий тип любви — это агаппы, когда человек готов умереть за мать свою, например, за любимую девушку. И вот Бог любит нас именно вот этой любовью агаппы, полной любовью, любовью без остатка, то есть до конца. Вот. Человек не укрепляется силой Духа Божия. То есть, человек без Духа Божия, он, ну, как сказать, он очень слабый, потому что, попадая в те или иные ситуации, ты сразу начинаешь роптать, сразу начинаешь говорить, «Господи, я же вот посвятил Тебе свою жизнь, а Ты вот так вот со мной, как же так?» И чаще всего такие люди, они отпадают просто и уходят из церкви вообще. Христос не живёт внутри нас, но я думаю, здесь всё ясно, да? Нет вот этой вот мудрости, силы. Человек не получает силу мудрости и дерзновения для свидетельства о Христе. Тоже проблема такая наших церквей, когда главная задача, понимаете, Христа, когда возносился, Он сказал, «Идите и научите всех крестяек во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Главная задача наша – благовествовать. Вот чем мы сейчас и занимаемся. А если человек не имеет Духа Божьего, то и благовествовать. Он боится просто-напросто, потому что подойти на улице к человеку и заговорить с ним о Боге, на самом деле нужно прям поломать себя. Знаю это. Человек без Духа Божия действует по своей человеческой мудрости. То есть, ну, вы знаете, да, когда нам приходят какие-то идеи, порой неудобовразумительные, и мы вместо того, чтобы спросить у Бога, нужно ли это, начинаем делать, а потом бывает еще хуже. Человеку тяжело принимать обличение. Да, кстати, вот одно из примечательных особенностей, когда человек без Бога, без Духа, вот если сказать такому человеку что-то обличительное, он прям вот раздражаться начинает, взрываться, особенно если это, ну, реально имеет правду, ну, то есть является истиной. Человек редко прикасается к Библии. Да, действительно, когда у вас нет Духа Божия, тогда и чтение этой книги становится очень тяжелым, сложным, нет желания читать ее. Вы вообще не понимаете, что там написано, и ты читаешь через силу, постоянно думая о чем-то своем. Ну и нерожденный свыше человек не способен чувствовать истинную радость, покой, счастье, удовлетворение жизни со Христом. Ну, это вот то, о чем мы с вами говорили, когда мы без Бога, без Духа, мы вот унылые, хмурые, все плохо, ничего нельзя, все плохие, и вот одно осуждение исходит из нашего сердца. Напротив, когда мы во Святом Духе, когда Он обитает в нас, при изучении Библии мы начинаем, наконец-то, понимать ее. Действительно, Слово Божие открывается в новом свете, и вообще, когда вы читаете Библию, нужно обязательно молиться и просить Господа, чтобы Он дал мудрость и дал Духа Святого, чтобы понимать ее, потому что, ну, это реально сложная книга, без его присутствия. Кстати, помните, мы читали не про плацких, а про душевных. Люди, которые душевные, они почитают это безумием и не понимают этого. Вот часто же мирские люди, читая Библию, они просто, ну, как сказать, считают это какой-то набор сказок, какая-то глупость. Почему? Потому что это невозможно понять без Духа. Дух — это ключ к разумению, и без этого ключа вы просто ничего не поймете. Хорошо. Вы выходите победителями из искушений. Бог удивительным образом очищает вас от старых закоренелых грехов. Вот это прям в точку. У меня был один грех, не буду говорить, какой стыдно, который просто не покидал меня. Вот десятилетия я не мог справиться с этим грехом. Я уже был с Богом, я уже ходил в церковь, и он был, был и был, был и был, и ничего не мог поделать. Но потом я начал молиться об этом, я начал просить Господа, чтобы Он наполнял меня своим Духом и не позволял этому нечистому Духу входить в мое сердце, чтобы Он ополчался вокруг меня ангелами. И знаете, этот грех ушел. Реально, уже долгое время его нет. И теперь я могу прям с уверенностью сказать, что когда вы с Богом, когда вы просите, когда вы возненавидели грех какой-то, да, потому что чтобы победить грех, его нужно возненавидеть, потому что чаще всего мы любим наши грехи, нам нравится делать то или иное. И пока вот не получится отказаться, ну, возненавидеть его, вы и не сможете отказаться. Молитва становится для вас очень ценным и радостным временем, потому как молитва есть разговор с Отцом. Вот это тоже очень важный момент. Знаете, друзья, вообще это один из принципов того, как получить Дух Божий. Я когда пришел к Богу, я как-то решил для себя, что буду долго молиться. Буду, вот почему? Потому что когда мы молимся, когда мы проводим время с Господом, Господь проводит его с нами. И я думал, ну, как бы, как сказать, долгая молитва не сама цель, просто долго молиться, там, не знаю, что-то повторяю одно и то же. И смысл заключался как раз-таки в том, чтобы во время молитвы, то есть молиться до тех пор, пока вы не почувствуете присутствие Бога, пока вы не почувствуете вот эту радость, вот эту покой, мир, который наполняет, когда Господь входит в твое сердце. Это можно сравнить. Знаете, вот, помните, ночь Иакова, когда он боролся с Богом, да? Он ухватился за Него и говорил, «Я тебя не отпущу». Вот так же, как будто бы, знаете, вот иногда молишься, встанешь на молитву, и ты чувствуешь, что молитва не поднимается выше потолка. И, к сожалению, очень часто бывает, что ты вот так вот что-то там пробормотал и пошел спать или там по своим делам. Вот, друзья, молиться нужно до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы пробили потолок, что вы достигли Бога, и Бог сейчас в вас. И когда Он в вас, вас наполняет такая радость от молитвы, что вам не хочется ее заканчивать. Вот смысл долгой молитвы заключается именно в этом, когда вы в Боге, Бог в вас, и вам хочется молиться, и молиться, и молиться, и вы можете целый час и два молиться, и не прекращать, потому что вы чувствуете, что вот Он сейчас здесь, Он тебя наполняет, и тебе не хочется заканчивать. Это, кстати, один из принципов получения Святого Духа, когда вы всем сердцем вожелали Его и молитесь до тех пор, пока не почувствуете Его присутствие. Мартин Лютер говорил, что молиться нужно до тех пор, пока вы не почувствуете, что рядом стоит Иисус. По-моему, уже говорила, да. Хорошо. Бог удивительным образом начинает отвечать на ваши молитвы. Это действительно так. Просто огромное количество чудес начинает появляться, происходить в твоей жизни. И знаете, чудеса, они бывают как маленькие, когда ты просто вот повстречал человека какого-то на улице, которого никогда не видел, или которого давно не видел, и ты понимаешь, что его сейчас послал к тебе Бог, чтобы ты ему сказал, и он в этот момент был открыт. Какие-то вещи там на работе, еще просто, я не знаю, десятки, сотни опытов вот у меня за плечами есть. И это действительно так. Бог начинает по-особому отвечать, потому что у вас есть прямая связь с Ним, понимаете. Он в вас живет, и как Он может не ответить на вашу молитву, когда вот вы уже так глубоко с Ним знакомы. У вас появляется особенная смелость, мудрость и дерзновение к благовестию. Это тоже правда. Я вот делал опросы на улицах и в Питере, и в Крыму, и ты подходишь к человеку с камерой, задаешь ему какой-то вопрос, и ты не знаешь, что он ответит, и что он спросит у тебя в ответ. Потому что бывали разные вообще случаи, когда, ну, все что угодно может человек сказать, начиная от какой-нибудь глупости, заканчивая агрессией. Но всякий раз Бог дает тебе вот правильные слова, что сказать, и ты выходишь вот победителем из этой ситуации. И появляется вот это дерзновение, доброе дерзновение, когда ты не боишься, когда у тебя нет страха, ты идешь и делаешь то, что должен делать. Вы становитесь более общительными с друзьями, вас начинают любить, уважать окружающие. Это тоже правда. Вот, знаете, крест, да? Даже в самом кресте есть определенный смысл. Это как будто бы наша взаимосвязь по вертикали с Богом и взаимосвязь по горизонтали с людьми. Вот когда у нас все будет в порядке с Богом, у нас будет все в порядке с людьми. Это факт. Когда у вас личные, глубокие, близкие отношения с нашим Всевышним, и Он наполняет вас своей любовью, и вы показываете, демонстрируете, ну, не показываете, демонстрируете, а люди видят в вас эту любовь, то они будут к вам относиться совершенно по-другому. И наоборот, когда у нас нет связи с Богом, вот и происходят все эти проблемы. Следующее. Божья благодать делает вас по-настоящему счастливым. Это точно. Ну, тут, наверное, без комментариев. В трудные минуты Господь чудесным образом поддерживает и укрепляет вас изнутри. Это тоже факт. Я помню, когда у меня была моя темная, моя пустыня, когда мама умерла, я вообще не понимал, что происходит. Это было очень тяжело, потому что до этого жена ушла, потом мама умерла, и потом там еще болезнь была со спиной, потом ковид, и это все, знаете, такая черная-черная смоляная полоса. А мама у меня была такая очень любвеобильная, добрая. Она так любила Бога, и она так вот эту любовь дарила и окружающим, и мне. И когда она ушла, я как-то проснулся утром, и я почувствовал, что меня больше никто не любит. Вот этот океан ее любви, он иссяк, он исчез. И если бы не Бог в тот момент, вот это вот укрепление, поддержка, я бы не знаю, что было бы. У меня там всякие разные мысли дурацкие приходили в голову, но всякий раз я шел, молился, помню, первые два дня я молился, и спрашивал, Господи, почему так? И он как будто бы молчал. Знаете, это было такое испытание, а на третий день перед похоронами он не ответил. Он сказал мне, что ты плачешь о ней? У нее все в порядке, она достигла своей цели, она ожидает воскресения праведных. Не плачь о ней, плачь о себе, потому что тебе еще многое предстоит сделать и многое пройти. И мне стало легче тогда. Вот, Бог меня тогда укрепил. Хорошо, в вашей жизни явно проявляются как дары, так и плоды Святого Духа. Тоже верно, есть дары. Что такое дары? Вот, если читать Библию, это то, что появляется в вашем, как сказать, не характере, а в какое-то умение. Вы начинаете красиво петь, играть на пианино, делать какие-то вещи, красиво говорить, понимать Слово Божие, ну и так далее. Говорить на иностранных языках. Такие тоже бывают дары, да. Или, не знаю, монтировать ролики. Вот все, что у меня есть сейчас, я сам иногда смотрю за этим творчеством и думаю, Господи, да я бы никогда в жизни такого не сделал. Я понимаю, что это не мое, это вот Господь через… Я просто инструмент. И это действительно так. А плоды Духа — это изменение нашего характера. Плоды — это когда мы с Богом, и мы становимся добрыми, чуткими, отзывчивыми. Мы, не знаю, я вот сейчас иду, у меня вижу дождевых червяков, которые после дождя выходят. Мне их хочется убрать с асфальта, чтобы они не погибли, чтобы их никто не раздавил. Раньше такого не было. Хорошо. Ну и последнее, о чем мы не поговорили, точнее не последнее, мы еще кое-что затронем, но вот именно как получить Дух Божий. Друзья мои, на самом деле очень и очень просто. Чтобы получить Дух Божий, нужно захотеть этого всем своим сердцем. Нужно захотеть этого всем своим сердцем и ждать его, и звать его постоянно. Просыпаясь утром, в течение дня, вечером. Давайте вспомним одну притчу, которую говорил Христос, и в рамках этой притчи мы выясним, как же его получить. Помните, он рассказал притчу про то, как один человек пришел к другому ночью и попросил хлеба. И тот сказал ему, послушай, уже поздно, у меня все спят, не могу вынести. Иисус говорит, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, а, если не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по наступности, неотступности его, встав, даст ему, сколько попросит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. То есть он говорит, если вы чувствуете, что нет духа, просите, пока не получите. Вот что дальше написано. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Итак, если вы, будучи злые, умеете добрые, благие дела давать детям вашим, тем более, Отец Небесный даст вам Духа Святого, просящим у него. Видите, здесь вот прям вот конкретно про Дух Святой говорится, про то, что по нашей неотступности, по нашему желанию, по нашей жажде получить этого Духа, Господь его даст. То есть нет каких-то сакральных ритуалов, что-то нужно нарисовать, сделать, сжечь, выпить. Это всё бесполезно. Бог приходит к тому, кто хочет с ним познакомиться. Вот хотите с всем сердцем, взывайте к нему, читайте слово и взывайте, и он придёт. Вы почувствуете это. Это факт. И рецепт на самом деле очень простой. То есть, можно было всего того, что я говорил, слышали, но это нужно для того, чтобы понять, зачем нам это и почему без него плохо. Но, когда вы исполнитесь Духом Святым, не думайте, что это навсегда, можно за час получить Духа и тут же его потерять. Мы, друзья, битые сосуды, как сказал один богослов, и мы постоянно нуждаемся в его присутствии, в наполнении этим Духом. Написано, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого будет распутство, но исполняйтесь Духом». Исполняйтесь, слово находится, как написано у богословов, в пассивном залоге. Что точно значит это слово, я не знаю, но я понимаю, что оно как бы говорит о том, чтобы мы делали это постоянно. Да? непрерывный процесс, да. Когда не мы действуем, а кто-то из нея действует, мне подсказывает. Да, исполняйтесь Духом. И понимаете, каждый день мы должны исполняться им, постоянно искать его, постоянно призывать его. Кажется, что ну а как так-то, это как-то вот скучно. Да нет, друзья. Знаете, в книге Иеремии, по-моему, или из Экиля, я сейчас могу перепутать, есть такое место, он говорит, богослов видит видение, храм и реку, которая вытекает из-под храма, и вода, и Бог ему говорит, войди в эту воду, и он заходит по щиколотку, и Бог говорит, иди дальше, и я, говорит, зашел по колено, и Бог сказал, еще дальше, и я зашел по пояс, а потом по грудь, а потом вода меня скрыла. Понимаете, вот это наполнение Духом, то есть, мы должны идти, вот пока он нас не наполнит полной мерой, пока мы не скроемся в нем до конца, а чаще всего происходит, что люди вот топчутся по бережку, вот так вот, по щиколотку, а дальше боятся зайти, не бойтесь этого, потому что с Богом быть замечательно, некоторые люди боятся, вот исполнится Духа, или, ну, как-то думают, что это какая-то скука, что это, что-то вот потом, какие-то запреты появятся, да нет, вы просто поймите, что самое всемогущественное существо, Господь Бог, который своей силой содержит эту Вселенную, начнет жить в вас, и это просто невероятно, это такое чувство, это такие, ну, не могу сказать возможности, хотя и это тоже, это лучшее, что можно испытать в своей жизни, когда Господь нас наполняет. Следующее, о чём бы хотелось поговорить, буквально вкратце, потому что время у нас подходит к концу, мне писали в комментариях, задавали вопрос про Троицу, про Триединство. Кратце, это очень огромная тема, и, честно говоря, я не люблю эту тему, потому что это тема, которой лучше не касаться и не трогать. Есть такое выражение, не чешите там, где не чешется. Когда человек начинает влазить в сущность Бога и пытается, как его, препарировать и выяснить, как он устроен, из чего он состоит, ничего хорошего из этого не получается. Как показывает практика, представители арианства, свидетели Иеговы, что вы что-то таите, отрицают как божественность Христа, так и божественность Духа Святого. И посмотрите, что у них творится сейчас. У них там есть какие-то старейшины, которые пишут какие-то новые законы, указы, уже чуть ли не новую Библию написали, и поэтому ни к чему хорошему, когда мы теряем Духа, ну вот, это просто хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого это непростительный грех, это очень опасно. Второй момент, да, слово Троица, триединство в Библии не существует. Это неправильное слово, я вообще не люблю его употреблять, и антитринитарии чаще всего говорят, что Троица произошла вот во время Никейского собора в Третьем веке, когда там император Константин провозгласил эту Троицу. Но я не согласен с, ну как сказать, согласен с первым, но не согласен со вторым. Дело в том, что изучая Библию, я отчетливо вижу, что Бог проявляет себя тремя способами, если можно так выразиться. Он предстает перед нами как Отец, Он предстает перед нами в Сыне Своем, и Он предстает перед нами в Духе Своем. Про Сына мы говорили с вами, что Иисус не мог не быть Богом, потому что, во-первых, помните, мы разбирали, что проклятие закона мог отменить только сам законодатель. Смерть законодателя могла закрыть проклинаемого от этого проклятия. Никто другой. То есть если, ну вот антитринитарии, которые отрицают божественность Христа, они говорят, что Иисус был каким-то сверхчеловеком, первым творением, ангелом и так далее. Но сверхчеловек не давал этот закон, и закрыть от этого закона он тоже не мог. Это мог сделать только Бог, понимаете? И поэтому про божественность Христа я вообще не хочу говорить, потому что это факт. И тот, кто сомневается в этом, друзья, вы просто в опасном положении находитесь. Молитесь о том, чтобы Бог открыл ваши глаза. Про Дух Святой уже посложнее, потому что здесь, ну как сказать, нужно покопать Библию. Смотрите, что подтверждает, ну антитринитарии говорят, что Дух Святой это сила, какая-то энергия, которая исходит от Бога. Но поймите одно, сила не может иметь чувств. Она не может судить, она не может подсказывать, она не может размышлять и анализировать. Вот я здесь выписал тексты, давайте почитаем их. «И сказал Господь не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Это книга Бытие, что-то я не выписал, какая глава и какой стих. Тот же стих «И Дух Божий носился над водой». В переводе «Нового мира» написано «И сила, энергия» или как-то так короче носилась. Ну такая глупость, друзья. Дальше. «Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». То есть, кто научит Дух Святой? Разве сила может научить? Научить может Личность, которая что-то скажет. «И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Опять же, здесь говорится про Духа Святого, это Иисус говорил, что «Я пошлю вам утешителя». И Дух обличит мир в том-то и том-то. Сила не может кого-то обличать. Она может только наделять силой того, кто ей обладает, но не обличать. Когда они служили Господу и просили, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнау и Савла на дело, к которому я призываю их». Опять мы видим, что Дух Святой проявляет себя как Личность. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Тоже вот четко, ясно видно, что Дух Божий ходатайствует перед нами словами неизреченными. «Ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Движим может быть, ну как сказать, двигать может только тот, кто является Личностью, а не какой-то безымянной силой и так далее. Еще один момент, который говорит о вот этом, как сказать, проявлении Бога в трех способах, если можно так выразиться. Вот смотрите, тут прям все трое указаны, ну не все трое, это немножко неправильно, а вот все вот три способа, как Бог себя являет в этом мире. Во всякой скорби Он не оставлял их. Он — это кто? Это Отец. И ангел лица Его спасал их. Ангел лица — это Иисус, это вот тот, кто в человеческом образе явился на землю. И ангел лица Его спасал их по любви своей и благосердию своему. Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их и Сам воевал против них. Они огорчили Духа Святого. Как сила может огорчиться? Вот просто подумайте. Тут четко и ясно видно, что это... Смотрите, я честно, я не знаю, как это Бог три-един разделился или это один Бог, который просто являет себя в трех... Мне кажется, что это именно один Бог, который являет себя в трех вот в этих как это... ипостасях, тоже неправильное слово. Не знаю, как это сказать. Вообще, друзья, вот эту тему лучше стороной обходить, потому что понять, каков Бог, из чего Он состоит, человеку невозможно. Это закрытая для нас тема, и мы видим, что в Библии богословы ее никогда не поднимали. Я знаю, что Иисус умер за меня, я знаю, что Он Бог, я знаю, что Дух Святой дает мне все то, что дает Дух Святой, ну, все вот эти вот вещи, о которых мы говорили с вами, и я знаю, что есть Отец. Он действует в разных проявлениях. Все, мне этого достаточно. Я не хочу препарировать Бога и изучать, каков Он и что Он там из чего состоит Личность Дух Святой или нет. Дух Святой это Бог. Это сам Бог, который вот в нас как-то вот обитает. Как? Я не знаю. Я не... Человек, который... Это как, знаете, вот капуста не может понять, что ее есть в данный момент коза, потому что это капуста. И мы по сравнению с Богом тоже капуста, понимаете? Не нужно лезть в то, что закрыто для нас. А, да, кстати, вот мы прочитали только что, где текст из Исаии, в котором Бог предстает во всех трех своих ипостасях. И во второзаконии в 32 главе 12 стихе написано «Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». То есть, мы понимаем, что все вот это тройственное это одно. Бог един. Он один. Это не три Бога. Это один Бог, который предстает пред нами в трех даже не знаю, как это выразить. Как это? Понятия не имею. Друзья, не спрашивайте меня. Я не никто. Вообще. Хорошо. Последнее, самый последний слайд из этой лекции «Схема истинного христианина». Я ее называю. Смотрите, здесь нарисован храм, святилище, которое сказал построить Бог. В этом святилище заложен очень глубокий смысл, символический смысл, как в те времена, и этот смысл переносится сейчас на наше время. Само святилище было ограждено забором, который был сделан из ткани. Что это за забор из ткани? Он даже отказы не защитит. Что символизирует забор из ткани? Заметьте, она была белой. Это как символ одежд, белых чистых одежд, в которые должен быть одет христианин. Вы входите воротами. Ворота, Иисус говорил, «Я есть врата. Кто входит мной, тот найдет». И первое, что встречается на входе во святилище, это жертвенник. Жертвенник символизирует некую жертву, которую каждый человек, который приходит к Богу, должен совершить. Ну, в каком смысле? Вы жертвуете, например, тем, что бросаете вредные привычки. Очень часто люди теряют своих друзей, родственников, знакомых, которые просто не хотят их знать и считают какими-то, что там, все, кто попал и так далее. Я это испытал на своем пути. Меня бросили практически все друзья. И жена потом тоже бросила из-за этого. Поэтому мы кое-чем жертвуем. Далее идет умывальня. Умывальник, вот этот амвон, символ крещения. Мы омываемся, омываем свои грехи, приближаемся к Богу, и после этого человек уже попадает во святое. Там есть еще святое святых. Святое святых это как суд, как символ суда уже после нашей смерти. Или дай Бог, если мы доживем до второго пришествия. Что находилось во святом? Вот это вот самое главное, это то, о чем я вам хотел сказать, это схема истинного христианина. Смотрите, во святом находилось три предмета. Стол предложения, на котором находились хлебы, которые меняли каждую субботу, каждые семь дней двенадцать хлебов, жертвенник воскурения, такой столик с углями, на котором воскуряли фимиа, и светильник минора, семисвежник, который горел постоянно там и не должен был гаснуть, его там масло поддевали постоянно. У каждого из этих предметов есть глубокий символизм. Давайте со стола предложения начнем. Что такое хлеб? Слово Божие. Хлеб это не всяким хлебом, как Иисус сказал, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть хлеб это символ Слово Божие. Жертвенник воскурения это символ, знаете, когда воскуряли фимиам, священники обычно молились, то есть это символ молитвы. Это в Библии отчетливо видно. И минора, семисвежник, минора, в которой находилось масло и огонь, это символ Святого Духа. Да, Святого Духа. И смотрите, вот эта вот троица, которая должна быть в нашей жизни, это Библия, потому что если мы не будем читать Слово Божие, мы не услышим, ну вообще мы можем уйти куда-то в дебри. Без Библии невозможно познать Бога, потому что через Библию Он открывает себя. Это молитва, жертвенник воскурения, потому что если мы не будем молиться, мы Библию не поймем и Дух Святой никогда не придет. Ну как можно разговаривать с Отцом, если вы с ним не разговариваете? Да, и последнее, что должно присутствовать, это Дух Святой, без Духа Святого и ваша молитвенная жизнь будет никакой, и вы вообще молиться перестанете или будете молиться, знаете, вот так вот на автоматизме молитвы, которая не поднимается выше потолка. И также вы Слово Божие не будете желать читать, и если будете читать, то не будете понимать. Это такая тренога. Вот у нас камера стоит на треноге. Это самая устойчивая геометрическая фигура. Вот убери одну ногу и все рухнет. Понимаете? Убери Слово все рухнет, убери молитву все рухнет и убери Духа тоже все рухнет. Поэтому это должно быть в нашей жизни каждый день, потому что масло меняли каждый день, воскуряли каждый день. Единственное, что хлебоприложения приносили, знаете, когда? По субботам. Это как символ богослужения, когда вы понимаете, принимаете в особых порциях. Но при этом читать Библию нужно так же каждый день, как минимум по главе, хотя бы по стиху и размышлять над ним, потому что я вот не могу без Писания. Это просто уже неотъемлемая часть моей жизни. Это как покушать, как воды попить. Без этого уже как бы и жизнь не мила, как говорится. Все, друзья, на этом наши встречи заканчиваются. Я надеюсь, что они принесли вам какую-то пользу. Надеюсь, что люди, которые смотрят нас через интернет, также кое-что подчеркнули для себя. Пусть Господь вас всех благословит. У нас есть чат в Телеграме. Пишите, задавайте свои вопросы. Я буду стараться на них отвечать. Все. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok